Мы вновь приветствуем наших зрителей в эфире программы День города в студии Оксаны Тебенихина. О событиях Рязани, произошедших сегодня и в минувшие выходные, как всегда расскажут наши авторы, смотрите в этом выпуске. Платные парковки, очереди в больницах, тарифы ЖКХ. Губернатор Олег Ковалев рассказал журналистам о самых острых проблемах региона и об их решениях. Двое маленьких детей, оставшись дома без родителей, решили развести в квартире костер. В Рязанском музее путешественников открылась выставка под названием «Сквозь полярную ночь». 15 апреля состоялся брифинг губернатора Рязанской области Олега Ковалева, в ходе которого глава региона ответил на вопросы журналистов, печатных и электронных СМИ. Обсудили и новые назначения, и очереди в больницах, и качество ремонта дорог. Олегу Ковалеву был задан вопрос о концессии объектов ЖКХ. Такая форма уже успешно применяется в ряде муниципалитетов. Однако перспектива концессионирования Рязанского водоканала по-прежнему вызывает много споров и даже скандалов. Фишкой является то, что потенциальный концессионер на основе разработанных документов, в том числе финансовой модели, ряда других, вкладывает в первые годы работы значительные средства в модернизацию системы. И потом в течение срока концессии он, будем говорить так, отбивает вложения свои. Финансовая модель – это определяющее. Причем она строится на основе той тарифной политики, которую проводит государство. И исходя из этого производятся расчеты. Олегу Ковалеву был задан вопрос о тарифах на услуги ЖКХ и системе компенсаций, действующей в регионе. Губернатор отметил, что выбранная регионом тарифная политика была правильной. При их повышении была введена система компенсаций для граждан льготных категорий в размере от 30 до 50%. Предусмотрена также выплата субсидий при превышении расходов за услуги ЖКХ на 18% от семейного бюджета. Ответил губернатор на вопросы, касающиеся пробок общественного транспорта и дефицита парковочных мест в городе. Если сегодня начать всех гонять за неправильную парковку, а предложить им ничего, людям не предложить, то я вот себя на их место поставлю. Я что буду делать? Я буду страшно сопротивляться. Верно, да? Поэтому мы должны комплексно подойти к решению этой проблемы. В связи с частичным обновлением состава избиркома Олег Ковалев рассказал о том, чего он ожидает от этого избирательного сезона. И сегодня избирательная кампания в Государственную Думу, она будет проходить по тем же канонам, которые были на выборах в Областную Думу. То есть каждая политическая сила, особенно парламентские партии, должны найти своего избирателя, сагитировать его и привести на выборы. Тогда они получат приемлемый результат. То есть в данном случае работа заключается не в том, чтобы с кем-то воевать, а воевать за что-то. За свою программу, за свои обещания. Губернатору был задан вопрос о том, что происходит вокруг Есенинских мест. В настоящее время создан объект, достопримечательное место, определены охранные зоны. Однако нездоровый шум вокруг этой темы периодически продолжается. Те, кто поднимает шум, они преследуют определенную цель. Цель это, понятно, дискредитировать губернатора в глазах федерального руководства, да и все. По большому счету, тем людям, которые шумят, им по барабану, что будет с самими Есенинскими местами. Потому что они же конструктива не вносят. Они же не вносят конструктива. Хорошо, у нас же большая комиссия заседает. Приходите, вносите конструктивное предложение. В минувшие выходные рязанцы стали свидетелями душесчипательной истории. Двое маленьких детей, оставшись дома без родителей, решили развести в квартире костер. Но когда они поняли, что игра вышла из-под контроля, было уже поздно. Жилище было полностью охвачено огнем. К счастью, малышей удалось спасти. Анна Герцовская расскажет об этом случае более подробно. Сгоревшая мебель, обгоревшие окна с расплавленными рамами и выбитыми стеклами, эмоции очевидцев и самих пострадавших от происшествия. Вот результат неаккуратного обращения с огнем. В трехкомнатной квартире номер 52 в обычном доме на улице Новоселов 29 полностью выгорела гостиная и кухня, не обошел пожар и коридор. Пять пожарных машин в составе 15 огнеборцев справились с огнем. Вера Поршкова, бабушка двоих детей, один из которых и устроил пожар, разведя костер на диване, прокомментировала ситуацию. В непредвиденный случай нам пришлось оставить детей одних. Вот. И вот, а в начинке он, у него, так сказать, была склонность к этому делу костерик разжигать. Огнем очень увлекался. Я уж у него шутка говорю, Жень, ты что, пожарником, что ли, собираешься быть? Дети находились дома одни совсем недолго, но огонь успел быстро разойтись по квартире. В результате, по словам очевидцев, два мальчика 7 и 8 лет перебрались на кухню, высунулись в окно и звали на помощь. Соседи сразу же позвонили в службу спасения. Первая подъехала в машину скорой помощи. И хотя соседи просили мальчиков прыгнуть вниз с четвертого этажа, растянув перед ними одеяло, водитель скорой помощи запретил им это делать и сам отправился спасать детей, ломом вскрыв входную дверь. Он ему говорит, ни в коем случае не прыгать, не прыгать. Он прямо бежал в подъезд. И как это вынес первую, я даже не видела. Смотрю, уже вторую выносит. Прям моментально, моментально все это выносит. Два, так сказать, сотрудника скорой помощи, еще раз хочу отметить их, это Макара Виталий Николаевич и Сергей Юрьевич, не раз терялись, взяли детей и вывели из этой квартиры, где оказали им дальнейшую помощь. И здесь же приступили к тушению пожарные подразделения. Поэтому хотелось бы этот случай довести, так сказать, до всего населения и до всех медицинских работников, которые в целом не остаются равнодушными. Хотя в обязанностях этого у них нет. В результате оба мальчика, спасенные из огня, обошлись без травм и ожогов. Однако все же были госпитализированы и сейчас находятся в ОКБ в Канищево вместе с мамой. Их бабушка в день пожара пережила сильнейший шок. Ей также была оказана медицинская помощь, поскольку у нее сильно подскочило давление. Сейчас она чувствует себя хорошо и просит помочь рязанцев в их трудной ситуации. Сами местные жители не оставляют без внимания погорельцев, семье помогают всем миром. После пожара в квартире уже установили новую дверь, которая была взломана для того, чтобы вытащить детей из огня. Морально, материально, вещи перенесли. Тут деньги собирала женщина. Еще раз хотим напомнить вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, просьба не оставляйте маленьких детей без присмотра. Рязанский научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ продолжает улучшать материально-техническую базу. В центре введена в эксплуатацию сельвенитовая спиля камера, идентичной естественным природным подземным пещерам, из калий натрий магниевых солей. Уникальное целебное свойство соляных пещер известно более двух с половиной тысяч лет. В современном мире искусственно созданные спиля камеры полноценно заменяют эти природные климатические фабрики здоровья. Построенная в НКЦ удивительно красивая соляная пещера – единственная в Рязани, расположенная в медицинском учреждении. Она изготовлена из специально подготовленных натуральных соляных блоков Верхнекамского месторождения России. В данном случае это сельвенит, поэтому соляная пещера называется сельвенитовая. И кристаллы обычной соли – натрий-хлор. Вот эти кристаллы называются галит. Во время подготовки к сеансу пребывания в пещере происходит следующая процедура. Продувается весь воздух старый, который находился в соляной пещере, с помощью специальных насосов полностью обменивается на новый воздух. И через систему соляных фильтров соляная пещера насыщается вот этими солями. Дышать таким воздухом чрезвычайно полезно, особенно для людей с заболеваниями дыхательных путей, бронхиальной астмой, хроническими обструктивными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей. Для часто болеющих детей – пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для людей с психоэмоциональными проблемами данная процедура также очень полезна. Во время сеанса наступает полный релакс. Дети могут смотреть мультики, взрослые слушают музыку. В этом месте очень полезно спать. Сеанс продолжается 45 минут. Для того, чтобы получить максимальный эффект, необходимо отдохнуть в пещере 10-15 раз, вдыхая кристально чистый воздух, которого совершенно нет в городе. Дышаться здесь действительно прекрасно. Для ухода за этим помещением каждый день пол и стены обрабатываются соляным раствором. Им же обрабатывается и потолок, который, в свою очередь, выполнен из крупных кристаллов соли. Еще одна новинка – это автоматический коагулометр. Благодаря контролю качества прибор дает стопроцентные точные результаты по исследованиям в области диагностики болезней свертывания крови. Об этом аппарате доктора мечтали давно. Он позволяет увеличить поток исследуемых проб и исключить фактор человеческой ошибки. Все исследования выполняются дорогостоящими реагентами фирмы «Сименс» – одной из ведущих в своей отрасли. Очень ценно, когда в одном месте можно сделать анализы и получить квалифицированную консультацию врача-специалиста. В этом медицинском центре имеются широкие возможности для лабораторной диагностики болезней крови. Работают квалифицированные кадры, доктора и кандидаты медицинских наук. А посетить его может любой человек по ОМС или на платной основе. В Рязанском музее путешественников открылась выставка под названием «Сквозь полярную ночь», посвященная 30-летию экспедиции Комсомольской правды к полюсу относительной недоступности. Выставка подготовлена Рязанским музеем путешественников совместно с Рязанским отделением Русского географического общества. Северный полюс относительной недоступности находится в паковых льдах Северного Ледовитого океана. Это точка на наибольшем расстоянии от любой суши. В 1986 году экспедиции советских полярников под руководством Дмитрия Шпара впервые в истории Арктики был осуществлен 700-километровый лыжный поход по дрейфующим льдам в условиях полярной ночи. В состав экспедиции входили 17 человек. 11 из них составили маршрутную группу, совершавшую сам переход по дрейфующим льдам. 6 человек в составе базовых групп на СП-27 в поселках Тикси и Черский осуществляли радиосвязь между маршрутной группой и Большой землей, а также готовили лыжникам парашютные сбросы. Инициатором выставки и организатором встречи знаменитых путешественников является врач этой экспедиции, герой России, почетный полярник, председатель Рязанского отделения Русского географического общества Михаил Малахов, который на днях перед выставкой провел встречу с американской делегацией. На встрече обсудили вопросы русского следа в Аляске. В этом учебном докладе я говорила и подчеркивала определенные идеи, которые для меня очень важны в моих исследованиях в Русской Америке. Моя ключевая интереса является понимать, что русские традиции из 17-19-х века survived and did not survive in the isolation, in the remoteness of far, far away Мне было бы интересно исследовать, какие из русских национальных традиций, которые в нереалистом протяжении двух столетий, остались на Аляске, выжили и какие из них, может быть, исчезли. Кроме того, на встрече приоткрыли тайну. В скором времени Михаил Малахов планирует создать фильм о русском святом на Аляске – Германе Аляскинском. Преподобный Герман Аляскинский родился в 1751 году в Кадаме, был послушником в Троице-Сергиевой пустыне под Санкт-Петербургом и Валаамском монастыре. В 1793 году он отправился на Аляску в составе православной миссии и до смерти возглавлял ее. В минувшую субботу в Рязани состоялся открытый чемпионат Рязанской области по бодибилдингу «Фитнес-бикини». В номинации приняли участие 36 спортсменок. И это явное подтверждение того, что такое направление фитнеса сейчас на пике популярности. Со спортсменками и организаторами соревнований пообщалась Марина Комиссарова. Последние месяцы девушки часами пропадали в залах, выковывая совершенство из собственных тел. Упражнения, режим питания, занятия по позированию – все это осталось за кадром. И на сцене сияют только уверенные в себе королевы, восхищаться каждой из которых можно бесконечно. Именно эта уверенность в себе и есть залог успеха в соревнованиях по фитнес-бикини. Прежде чем начать готовиться к соревнованиям, нужно разработать план, какую-то стратегию. И уже неукоснительно ей следовать. То есть секретов никаких на самом деле нет. Есть определенные наработки по диетологии, по спортивному питанию, по тренировкам. Главное – правильно составить, да, правильное составление. Если у самого не получается воспользоваться услугами тренера. И затем неукоснительно следовать. Еще пару лет назад на соревнования выходило не более 10 участниц. На этот раз спортсменки едва помещаются на сцене. Показать результаты многомесячного труда в условиях такой конкуренции оказалось совсем непросто. Для Ольги это не первое выступление. И к нему она готовилась уже с учетом былых ошибок. Отпут был, может быть, не очень удачный. Там подвел иммунитет, как бы сбился на таком режиме. Поэтому захотелось провести, наверное, работу над ошибками. Да, сейчас на более строгом режиме. Вижу лучший результат. Поэтому хочется поучаствовать в более серьезных соревнованиях. Посмотреть, на что способна. Первое место завоевало гости из Москвы. Но абсолютно все участницы достойны восхищения. Особенно если знать, какого труда им стоило достижение подобной формы. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Мы завершаем наш выпуск. Благодарим зрителей за внимание и прощаемся до завтра. Всего доброго!